Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Поступок, достойный внимания. Восьмилетний Абулбакр спас жизнь своей одноклассницы. Историю одного спасения расскажем через минуту. Стрельба шприцами в Хасавете продолжается отлов безнадзорных собак. День российской науки. С каким настроем и новыми разработками ученые Дагестана подошли к значимой дате, узнаем из сюжета наших корреспондентов. Шахматы на татаме. В Махачкале прошел первый турнир профессиональной лиги греппинга. Трогательная история одного спасения. В селении Арата Хунзахского района игра детей на замерзшем озере чуть не закончилась трагедией сразу для двух семей. Но восьмилетний школьник не растерялся и вытащил свою одноклассницу из воды, когда та провалилась под лед. Всю историю спасения в деталях восстановил наш корреспондент Карим Даниев. Ему слово. Я нахожусь в селении Орота, а слева от меня то самое озеро, на котором произошла история, нашумевшая на весь Дагестан. Во время прогулки по замерзшему водоему под лед провалилась восьмилетняя девочка. Но благо рядом оказался ее отважный одноклассник, который, не задумываясь о собственной безопасности, бросился ей на помощь. Все произошло за считанные секунды. Восьмилетняя Хадижат и Абубакр не догадывались, что идут по тонкому льду. К зимним прогулкам по озеру дети здесь привыкли, но природа всегда таит неожиданную угрозу. Не рассчитав толщину льда, девочка упала в воду, но ее одноклассник Абубакр не растерялся и сразу бросился на помощь. Я шел из дома к бабушке. Я увидел вот тут, прямо тут ее вот тут. Я тогда к ней спросил, она крепкая очень? Она сказала, да. Она там внутри была, да? Да, она внутри была. Я оттуда сюда пришел. Потом тогда вот тут вот она провалилась. Я сказал ей, туда не иди, там трещины есть. Она не послушала и пошла. Она потом наступила на этот лед. И тогда она, ну, провалилась в воду. Она успела обернуться. Она держала лед, но у нее рука скользила. И тогда я там был, вот тут был. Я не задумывался и быстро к ней побежал. Потом захватилась за руку и потянул. Абубакр провел одноклассницу и пошел домой. Зволнованный произошедшим подбежал к отцу и начал рассказывать невероятную историю, которая случилась с ним только что. Родители сперва даже не поверили. Подумали, что мальчик шутит или просто преувеличивает. Но когда мама спасенной девочки пришла поблагодарить, все стало ясно. Хотели выйти на розман. Он прибежал. Я что-то стал с ним играться, короче. Он говорит, подожди, подожди, надо что-то рассказать. Я говорю, что случилось? Прям видно, что серьезное случилось. Я сперва испугался. Я говорю, что случилось? Я, говорит, там девочку спас. Я говорю, кого ты спас? Кого ты на себя видел, короче? Нет, говорит, серьезно, я там девочку спас. Так значение придался искать. Ну, молодец, говорю, там надо вот так помогать, кто в беде или еще что-то. И пошел на розман, пришел, там что-то начали рассказывать. И вот вся эта шумиха задняя вокруг этой ситуации. История потихоньку распространилась среди жителей села. Сначала об этом узнали соседи, родственники, а затем, как это бывает, молву о маленьком герое было не остановить. Информация дошла до главы села, а он, в свою очередь, как это полагается, передал ее в администрацию райцентра. После проверки глава Хунзахского района выразил благодарность семье за воспитание такого сына и наградил мальчика грамотой и денежной премией. Там приезжал глава администрации района, это дионер Магомед, оказал нам внимание, короче, отблагодарил мальчика, сказал ему слова поддержки. Так, мальчик тоже радовался. И большое ему спасибо за такое внимание. В селе паренек всегда слыл молодцом, порядочным молодым горцем. Он всегда приходит на помощь к односельчанам, учится практически только на одни пятерки, занимается спортом, читает Коран и познает основы ислама. Похоже, что другого поступка в этой критической ситуации от него никто не ожидал. Как учишься? Я вижу, у тебя дневник здесь. Проверим его? Что-то обычно. Ничего себе! Это абсолютно неподготовленный заранее материал. Одни пятерки. Пятерка. Вот это я не взял на технологии. А, двойку не заметил. Ты такой молодец, что я даже двойки твои не замечаю. Очень такой озвучивый и спокойный парень. Учится тоже отлично. Очень развитый такой, игристый парень. Спорт тоже очень развитый. Занимается спортом, тоже ходит на тренировки по вольной борьбе. Такой очень активный ученик. Честно сказать, не только я, наверное, был удивлен. И все село тоже было удивлением, как второкласснику получилось у него вытащить с такого ледяного води, с такого положения, эту свою одноклассницу ходить. Это, конечно, сейчас оценить даже этот, не могу сказать, этот, в самом деле, очень большой подвиг. Старожилы рассказывают, что на озере чуть не повторилась история 40-летней давности, когда две девочки утонули в этом же самом месте. Простая неосмотрительность детей при прогулке по льду могла снова привести к трагедии. Я очень испугалась, когда узнала про этот случай. Никто ведь не видел, что дети там гуляют. Никто бы и не узнал, если бы они ушли под воду. Я, наверное, недели не спала из-за переживания, что что-то могло пойти не так. Не каждый взрослый бросится, чтобы спасти чужую жизнь и рискнет собой, чтобы вытянуть кого-то из ледяной воды. Дети и подростки почему-то решаются на такое нераздумывая. Сегодня юный спасатель стал объектом внимания СМИ. Им восхищаются в соцсетях, но сам он ничего героического в своем поступке не видит. Ничего не сделал, просто помог, говорит восьмилетний школьник. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район, Орота. В Хасаверте начали стрелять спецоружем бездомных животных. Специалисты предприятия «Питомец» еженедельно выпускают собак, шприцы с быстродействующим снотворным. Затем четвероногие вывозятся в Махачкалу для стерилизации и вакцинации. Далее их возвращают обратно в город. Владельцам, оставившим без присмотра свою собаку и выпустившим его для свободного выгула, необходимо самим поехать за ним в Махачкалу. Как отмечают коммунальщики Хасаверта, работа по отлову бездомных животных будет носить систематический характер. А тем временем в Дагестане выясняют причину массовой гибели горных туров. В правительстве региона прошло совещание по данному вопросу. Напомним, более 60 мертвых туров были обнаружены в Толератинском районе. Власти республики проводят проверку. Территорию заповедника уже осмотрели сотрудники Роспотребнадзора и ветеринары. Отобраны пробы биологического материала для экспертизы. Суды в Дагестане вынесли решение о сносе 400 незаконно строящихся многоквартирных домов и магазинов. Об этом сообщили Министерство строительства республики. В 2020 году была создана межведомственная комиссия по выявлению и пресечению незаконного строительства, куда вошли представители правоохранительных органов и регионального Министроя. Демонтаж незаконных объектов будет производить служба судебных приставов. О сроках реализации сносов пока не говорится. Решения выносились в разный период. Это может быть 12-13 годы по сей день. Но по Махачкале около 400 исполнительных производств по сносу незаконно возведенных объектов. 8 февраля отмечается День российской науки. Профессиональный праздник был учрежден указом президента России в 1999 году и приурочен к очередной дате основания Российской академии наук, которая, к слову, была создана по распоряжению Петра I еще в 1724 году. С каким настроением к своему профессиональному празднику подошли дагестанские ученые, чем живет сегодня наука и насколько кропотливый труд исследователей востребован, на эти и другие вопросы искала ответы Лориана Шамкалаева. Слово «урчи» – «нуша», к нему в дагестском языке есть 10 синонимов. Так, дагестанский лингвист Хизри Исупов начал 2022 год. Он разрабатывает словарь синонимов даргинского языка. Дело трудное, требует усидчивости. До работы с синонимами 16 лет назад ему пришла в голову идея перевода словаря Ожегова на родной язык. Сегодня книга, содержащая в себе 60 тысяч слов, уже издана. До меня еще один научный сотрудник был известен, даргинский писатель Ильяс Гасанов. Он начинал, потом мы вместе продолжили составление словаря. Даргинско-русский словарь 40 тысяч слов, но в 2017 году он вышел. А в 2020 году в Москве издали русско-даргинский словарь, там 60 тысяч слов. За основу взяли толковый словар Ожегова и перевели на даргинский язык 60 тысяч слов. Это самый большой по объему словарь русско-национальный. Не всегда эквивалент подобрать получается. Иногда приходится звонить, встречаться с пожилыми людьми, которые хорошо знают свой язык, консультироваться с писателями, поэтами, журналистами. На каждое слово составляется карточка с примерами и иллюстрациями. Прежде чем напечатать, все проверяется вручную, а потом уже редактируется. И здесь на каждой карточке одно слово с примерами. Вот, например, слово «дамга», «пятну». Здесь пример тоже есть иллюстрирующий. «Хэвэльзи намга», «каватэс». Наложить пятну на рубашку. Потом второе переносное значение. Нечто позорящее, крайне неприятное. Вот, это имеет значение. И так далее, и тому подобное. Вот, и пример тоже есть. «Вайвар кладамга», «умуварис» – «смыт пятну позора». Вот так каждое слово иллюстрируется примерами. С доски начинается и труд ученых в сфере экспериментальной физики. А уже в лаборатории они производят прозрачные проводящие слои на основе оксида цинка. Использовать такую технологию можно во многих технических устройствах. Маленькая стекляшка, какая-то темненькая керамика. А что за этим стоит? Ну, стоит новый материал. Это покрытие, оно нужно в первую очередь для того, чтобы сейчас широко продвигается такое направление, как гибкая электроника. Вот гибкая электроника – это большие рулонные дисплеи. Это может быть на весь стадион. По словам научных сотрудников, иногда их работу сильно тормозят тендерные закупки. Здесь, в лабораториях, не бывают под рукой необходимых материалов или спецоборудования, из-за чего приходится выезжать в другие города. В настоящее время в Дагестанском научном центре сосредоточены достаточно квалифицированные и опытные научные кадры, и молодые специалисты. Их квалификация достаточно высокая и конкурентная на общероссийском уровне. Но в то же время обеспечение исследовательским оборудованием, серьезным, современным, конкурентным исследовательским оборудованием оставляет желать много лучшего. То есть для того, чтобы реально провести какие-то важные исследования, мы командируем наших сотрудников в Москву, в Питер, в Калининград, за границу, куда угодно, лишь бы, как говорится, где можно это все измерить, где можно это все донести до конечного результата. Если мы будем идти по стандартной схеме, когда мы начинаем закупать материалы, потом искать где-то, закупать оборудование, та идея, которая была изначально, она успеет протухнуть. Вот это очень важно, чтобы весь процесс был... Вот мы стараемся, чтобы от начала идеи не больше полугода у нас было, до выхода вот этой всей продукции, чтобы было не больше полугода. Несмотря на все сложности, наука в республике есть, и она развивается. Новые идеи и разработки дагестанских ученых обязательно будут востребованы, считают в научном центре. В 2021 году у нас завершаются трехлетние государственные планы. Ведь мы государственной организацией сейчас работаем по заданию государства проводить исследования по тем или иным утвержденным, согласованным с Российской академией наук планом. Планы завершились, мы теперь запускаем новый цикл выполнения исследований, трехлетние. В 2022 году, конечно, будет в основном продолжение тех разработок, тех направлений, которыми мы занимались. Проблема в том, что российские предприятия, особенно крупные, а у нас и особенно в республике, мелких практически нет, значит, они не сильно заинтересованы внедрением новых достижений и технологий. Нужно, чтобы у нас была система, работающая, должны быть предприятия малого и среднего бизнеса, заинтересованы на укоемких технологиях. Ларьяна Шемхалаева, Салман Гитихмаев, Новости, ННТ, Махачкала. В День российской науки прошла и торжественная пленарная сессия в ДНЦ РАН. Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами. Тема юбилейной сессии – интеграция науки и образования. Здесь докладчики рассказывали об этнокультурных ценностях в национальной системе образования и подняли проблему развития дагестанской лексикографии. А также вспомнили об истории создания профессионального праздника ученых. Академия изначально открывалась не просто как научно-исследовательская организация, она открывалась как научно-исследовательская и учебная организация. При Академии были одновременно открыты гимназия и университет. Значит, понятно, что кадры взять неоткуда. Значит, подход Петра Великого был очень оригинальный и эффективный. Значит, академиков можно взять откуда? Пригласили из Европы самых выдающихся людей, 23 человека были приглашены. В том числе такие выдающиеся люди, как братья Бернули, Эйлер, историк Миллер и так далее. Значит, что делать дальше? Откуда брать кадры? Значит, кадры надо готовить при Академии должен быть университет. Значит, открыли университет. Откуда студентов брать? Студенты брать тоже было неоткуда. Их надо готовить. Значит, открыли сразу колледж при университете. Значит, была выстроена вся цепочка подготовки кадров научных. Что очень важно. Ну, на сегодняшнем языке это сказали бы эффективные менеджеры, что был еще, так сказать, комплекс вопросов. Это было на самом деле так. 28 золотых медалей завоевали дагестанские бойцы на чемпионате Федерации смешанных боевых искусств «Ориентал ММА». В соревнованиях, прошедших в Москве, участвовали около 300 спортсменов из разных регионов страны. Сильнейших выявляли в семи дисциплинах. Сборная Дагестана стала первой в общем зачете, обойдя команды из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Победители соревнований войдут в состав сборной России и выступят на чемпионате мира, который пройдет в конце марта в Амстердаме. Накал страстей, сладость победы, горечь поражений. В Махачкале прошел первый турнир профессиональной лиги грэплинга «Грэплинг-пролич». На ковре сошлись чемпионы мира и Европы, представители разных стилей единоборств. Кто вышел победителем, расскажет Курбан Рагимов. Амплитудные броски и эффектные болевые приемы участники первого турнира «Грэплинг-пролига» показали зрителям всю красоту своего вида спорта. Всего пять суперсхваток. На ковре чемпионы мира и Европы бойцы топовых российских лиг. Эти грэпплеры уже давно заявили о себе на международной арене. Уровень грэплинга в республике растет, но именитым спортсменам негде выступать. В республике им приходится выезжать куда-то. У нас идея была дать площадку для таких спортсменов. Именно вот этот формат суперсхваток, он вызывает интерес и у спортсменов самих тоже, чтобы выступить, показать. И так как мы не можем всем предоставить возможность выступать у нас в суперсхватках, мы будем привлекать именно именитых и результативных. А каждый, кто хочет проявить себя и показать себя, есть гран-при. И мы, смотря на эти результаты, также будем привлекать на суперсхватке тоже. Открывали турнир девятилетние дарования. Талантливый и не по годам умелый Руслан Богомедов одолел Магомед Амина Рашидова. После настала очередь мастеров. В схватке опыта и молодости Долгат Хонкирханов оказался сильнее Исмаила Кадиева. Одной из самых ярких выдалась встреча бойцов ММА Курбан Гаджиев против Магомед Гаджи Сирожудинова. Накал страстей не утихал до последней секунды. Гаджиев, уступая в счете, пошел на финальный штурм и сумел провести два броска, которые и помогли ему добиться победы. Очень интересный супер, что и важно, а за ковром мы брать, а пока я беру руку. И этот камер, может быть, в деле попал, что бы здесь не смело. Грэплинг часто называют шахматами на татами. Позиция снизу здесь больше атакующая. Этим обычно и пользуется Рамазан Шахшабеков. Встречу с базовым борцом-вольником Макошерипом Ибрагимовым он завершил досрочно, болевым приемом на ногу. Это была, в первую очередь, как бы братская схватка. Но мы вышли не обниматься, как братья, мы вышли выигрывать. Поэтому мы понимали, мы на что идем. И я прям оттачивал работу на ноги. Это никому не секрет. У меня был план заставить ее думать, что я буду работать наверху. И в первый ударшийся момент я вышел на ногу. Есть кто-то, с кем бы ты хотел разделить камер здесь? Это один из лучших, да, в данный момент, который на ноги работает. Это Эйдар Саидов, с которым я с удовольствием поборолся бы, проверил бы свои навыки. И есть один, так скажем, аферист Дауд Магомедов, который нечестным путем меня выиграл на соревнованиях, и я хочу вернуть должен. В главной схватке вечера бразилец Рожерио Алвес не сумел остановить атакующий напор чемпиона мира Резвана Резванова. Эта встреча могла завершиться уже в самом начале, когда мастер из Бразилии получил травму плеча. Но через пару минут Рожерио встал и продолжил, чем и заслужил горочую поддержку публику. Терниры планируют проводить пока раз в квартал. Также в планах организация так называемой битвы стилей. Свои силы по правилам грэпплинга смогут попробовать титулованные самбисты, дзюдоисты и представители других видов единоборств. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это была последняя информация в этом выпуске. Увидимся чуть позже. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова